Сердечная недостаточность у пациентов пожилого возраста Проблема просто колоссальная И вообще сердечная недостаточность это эпидемия 21 века Эта эпидемия будет нарастать, вот собственно как чума в средние века Почему так распространяется сердечная недостаточность? Это связано с тем, что увеличивается продолжительность жизни И живут те, кто раньше просто не доживали до своей сердечной недостаточности Это пациенты с ишемической болезнью сердца, в том числе с инфарктом миокарда Это пациенты с сахарным диабетом, с артериальной гипертонией, с фибрилляцией предсердий И поэтому эта эпидемия будет нарастать И цифры, какие цифры, да? Для людей старше 80 лет распространенность сердечной недостаточности сегодня составляет 14% 14% И еще одна цифра Для людей старше 75 лет риск развития сердечной недостаточности в 3 раза выше, чем для людей в возрасте 55-65 лет Вот такие цифры Я думаю, что этого уже достаточно, чтобы понять вообще масштаб проблемы, масштаб катастрофы Еще один момент хочу отметить Почему такая эпидемия и почему иногда, особенно гериатры говорят, что хроническая сердечная недостаточность в пожилом возрасте почти неизбежна? На самом деле, потому что есть две колоссальные причины развития сердечной недостаточности Одну из них я назвала Это заболевания, которые повреждают миокард Органом-мишенью является миокард и развивается сердечная недостаточность Другая группа причин связана непосредственно со старением Потому что сам по себе процесс старения – это прогрессирующий фиброз миокарда Что такое старый миокард? Это жесткий миокард Это миокард, где формируется диастолическая дисфункция, а потом диастолическая сердечная недостаточность И вот получается две проблемы С одной стороны, вот эти факторы риска развития сердечной недостаточности, причины сердечной недостаточности, которых очень много в пожилом возрасте А с другой стороны, это старение как таковое, старение миокарда Которое само по себе уже без всех этих факторов риска будет приводить к сердечной недостаточности Причем какой? Сначала она будет та самая диастолическая сердечная недостаточность, которую мы не особенно умеем лечить Сегодня настолько очевидна роль сердечной недостаточности в снижении качества жизни пожилого человека Ее широкая распространенность, что мы сердечную недостаточность считаем гериатрическим синдромом Гериатрическим синдромом, который, кстати, очень похож на синдром старческой астении Или синдром хрупкости Это основной гериатрический синдром Почему похож? Вы знаете, похоже даже патогенезом Не только что клиникой, потому что клиника похожа Например, тест с шестиминутной ходьбой Вот чем объясняется плохой результат этого теста? Хронической сердечной недостаточностью, где не работает мышца сердца Или синдромом хрупкости, где не работает не только мышца сердца, но вообще все мышцы И вот это поражение мышц, саркопения, она лежит в основе и того и другого гериатрического синдрома И связана с перестройкой гормонального фона, который заводит процессы катаболизма мышечной ткани То есть даже патогенез у них очень похож Поэтому иногда очень трудно определить вот эти симптомы, которые мы видим у пожилого человека Слабость, одышка, медленная ходьба Да, это связано с чем? С сердечной недостаточностью, как таковой Или с синдромом хрупкости То есть они очень перепутываются, они взаимоотягощают друг друга Сегодня мы должны смотреть на ведение пожилого пациента с сердечной недостаточностью Как на собирание такого конструктора, биосоциального конструктора Сегодня мы не можем говорить и понимать о болезни только с точки зрения биологических процессов Есть и другие процессы, которые дополняют и утяжеляют картину И только если мы будем смотреть все в комплексе, только тогда мы сможем быть эффективны Ну вот давайте попробуем собрать вот эти домены для пациента с сердечной недостаточностью Пожилого или старческого возраста Первый домен, собственно медицинский домен, то есть собственно клинический домен Это нам привычно Причина сердечной недостаточности, стадия сердечной недостаточности И лечение в соответствии с причиной стадии сердечной недостаточности Где все расписано, все понятно, все с уровня доказательства и все очень четко Дальше возникает следующая проблема Ведь как в гириатрии и происходит обычно Это заболевание развивается на фоне старения И сопровождается множеством других проблем Не бывает просто какая-то одна причина сердечной недостаточности и сердечная недостаточность Вот такой идеальный вариант, он отсутствует в нашей клинической практике У нас сопутствует у пациента много болезней, да, у данного пациента Много синдромов, много проблем И каждую проблему мы должны лечить Сегодня отсутствуют рандомизированные клинические исследования Об эффективности, самое главное, безопасности наших привычных вмешательств При сердечной недостаточности на фоне вот этой полиморбидности А уж тем более полипрагмазии И, конечно, сегодня очень популярным является такое направление в гириатрии Которое называется депрескрайбинг Это удивительное совершенно направление Когда мы должны не назначить лекарство правильно А отменить лекарство правильно И чем больше мы отменим лекарств, тем лучше Но в данном случае сердечная недостаточность Можем ли мы отменить все лекарства Которые, так сказать, мы считаем плохо Могут влиять на функциональность и так далее И есть ли какие-то, так сказать, облигатные лекарства Которые мы просто не можем отменять Оказывается, есть Оказывается, есть Проведены исследования по депрескрайбингу, например, блокаторов Ренино-ангиотенденальдостероновой системы И бета-адреноблокаторов У пациентов пожилого и старческого возраста Так вот оказалось, что это ухудшает и прогноз жизни И качество жизни То есть есть препараты, которые мы не можем отменять Точно так же мы не можем отменять диуретики Если у человека есть отечный синдром Как бы ни боялись мы полипрагмазии Диуретики мы должны назначить Потому что это симптоматическое лечение Поэтому есть лекарства, которые мы просто должны назначить И не можем отменить при сердечной недостаточности Об этом надо помнить То есть здесь мы должны говорить о разумном депрескрайбинге Теперь, когда мы выбираем лекарства Как мы их выбираем? И вот тут у пожилого человека Особенно важна оценка эффективности И особый акцент на безопасность Потому что когда мы говорим, например, о назначении диуретика То тут совершенно однозначно, что для пожилого человека Препаратом выбора среди петлевых диуретиков является теросимид Не фуросимид, а именно теросимид Почему? Да потому что он более безопасен И он лучше с точки зрения влияния на качество жизни Потому что его эффект более растянут Это не такой мощный диуретический эффект в короткий срок Но не только это Еще и метаболическая нейтральность Минимальный риск электролитных нарушений И антифибротическая, антиальдостероновая активность теросимида А это значит замедление фиброза миокарда То есть замедление старения миокарда Вот вам пример, да, когда мы не можем осуществить депрескрайбинг Но мы можем выбрать рациональное лекарство Еще одна проблема, это синдром мальнутриции Синдром недоедания у пожилого человека А при сердечной недостаточности, вы знаете, очень грозный синдром Который называется сердечная кохексия Это уже крайняя степень синдрома мальнутриции Вы думаете, это редко? Совсем нет Оказалось, что, например, для пациента старше 75 лет При сердечной недостаточности Частота развития синдрома мальнутриции достигает 25%, то есть каждый четвертый При этом, несмотря ни на какое наше лечение Ни на какие наши чудо-лекарства и чудо-воздействия Если мы не купируем синдром мальнутриции Не сможем ее увидеть, ее корректировать То риск смертности возрастает в 4 раза То есть обеспечение достаточного белкового питания Возможно, белковые добавки Это очень важно Адекватное питание, белковые добавки Очень важно для пациента с синдромом старческой астении Другой домен Он тоже клинический домен Он расширяет вот эту клиническую составляющую А именно это когнитивный или эмоциональный статус пожилого человека Деменция развивается у 40% пациентов пожилого возраста С сердечной недостаточностью Вдумайтесь только, это почти каждый второй После 75 лет Если сравнить с популяцией без сердечной недостаточности То там распространенность будет, предположим, в этом же возрасте Там 10%, 15% максимально Особенно хочется отметить, конечно же, синдром делирия Гериатрического делирия Который развивается у каждого четвертого госпитализированного пациента Есть такие исследования Поступившего в стационар по поводу сердечной недостаточности Или по другому поводу, но с сердечной недостаточностью Делирий – это ситуация, которая усугубляет состояние пациента И значительно увеличивает и период госпитализации, и смертность Что нам делать? А есть специальные инструменты Есть специальные шкалы, опросники Которые позволяют, во-первых, диагностировать гериатрический делирий Есть специальные меры профилактики гериатрического делирия Лечения гериатрического делирия Еще раз хочу сказать, что это чрезвычайно распространенная проблема Так же, как и проблема депрессии Это, опять же, каждый пятый пациент сердечной недостаточностью Имеет депрессию Это тоже очень важный момент Потому что если мы не видим вот этого домена Если он спрятан от нас Мы его нигде не увидели, не отразили И не поняли, что в зависимости от выраженности вот этих проблем Мы тоже должны строить нашу тактику лечения Мы просто не получим никакой приверженности к лечению Мы просто не будем иметь предсказуемую какую-то картину развития заболевания Следующий домен, он тоже расширяет клинические домены Это домен физической активности Вот я о нем уже немного сказала Это синдром саркопении, так называемой мышечной слабости Который очень переплетается с самим синдромом хронической сердечной недостаточности Это мобильность пациента Насколько он может выйти из дома Насколько он вообще свободен в передвижениях И, конечно, это высокий риск падений Вот колоссальная проблема Риск падения у пациентов с сердечной недостаточностью В стационарах, особенно на фоне инициации Например, какой-либо терапии Теми же ингибиторами ангиотензинопрощающего фермента Без учета наличия ортостатической гипотонии Без учета определения вообще риска падений Пациент поступает к нам с сердечной недостаточностью Падает, ломает шейку бедра И дальше он теряет автономность А поступил-то он к нам для того, чтобы сохранить эту автономность Это очень важно Ну и, наконец, социальный домен Совсем непривычно Социальное окружение С кем живет, где живет Один, не один Какое финансовое положение Обязательно Место проживания вплоть до того, на каком этаже живет Может ли выйти из дома Вообще, выходит ли из дома Есть ли в доме лифт Есть ли там доступная безопасная среда Это еще лучше И так дальше, и так дальше То есть без учета социального домена мы не можем говорить о ведении пожилого пациента И вот вы конкретно можете это понять на примерах Когда к вам приходит на прием Предположим, женщина 82 лет Или две женщины 82 лет Одна из которых довольно крепкая У нее хорошее рукопожатие Достаточная скорость ходьбы У нее не нарушена память Она сама себя прекрасно обслуживает Да, у нее много болезней У нее много проблем У нее целый листок диагнозов Но подход к ней Прежде всего с точки зрения Оптимального подбора медикаментозной терапии И контроля за тем, чтобы эта медикаментозная терапия Не ухудшила функциональность Когда мы имеем дело С вроде бы такой же пациенткой Тоже 82 лет С тем же абсолютно самым спектром Заболеваний То здесь у нас вообще другие задачи стоят Мы уже имеем пациентку Которая фактически теряет автономность Еще один шаг Она ее потеряет То здесь мы должны быть очень осторожны Здесь речь должна быть И о скрининге депрессии И деменции И делирия И синдрома мальнутриции И обязательный учет проблем Недержания мочи Если мы назначаем диуретическую терапию И, конечно, социальные аспекты Вплоть до того А кто эти таблетки, которых так много И которые такие сложные И такие нужные Кто будет давать-то этой пациентке Здесь и связь с семьей И связь с социальными службами И гораздо больше спектр проблем Которые мы должны решать Мы должны решать для того Чтобы сохранить функциональность Потому что, еще раз Мы лечим эту пациентку И наша основная задача Это сохранить ее независимость от окружающих Поэтому различия, безусловно, есть И вот этот доменный подход Уже я вам скажу по секрету Что он справедлив не только для больного С сердечной недостаточностью Он справедлив для любого заболевания У пациента пожилого возраста Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!